Хранители истории в Центральной научной библиотеке торжественно отметили столетие архивной службы страны. Ивановский архив начал полноценную работу с 1919-го, и по сей день сотрудники службы хранят историю и культуру нашего края. Без архивов нет истории, а без истории нет будущего. Вот такой афоризм, мы всегда его помним, и мы рады, что мы храним документы о прошлом нашего Ивановского края. И очень символично, что сегодняшняя дата – 100-летие архивной службы страны, и отмечаем ее буквально за несколько дней до того, когда будем отмечать 100-летие нашей Иваново-Вознесенской губернии. В этот день здесь торжественно поздравляют всех архивистов региона. Благодарственные письма, добрые слова, теплые пожелания и музыкальные сюрпризы. Лучших хранителей истории удостоили звания «Почетный архивист». Их в России не так уж много. Работа у нас, конечно, сейчас очень сложная. Во-первых, мы приняли на хранение документов очень много по личному составу. И сейчас в основном очень много работы с документами по личному составу. Это льготные стажи подтверждаем, зарплату подтверждаем, к пенсиям людям помогаем. Поздравляют в этот день не только сотрудников, которые проработали в архивной службе долгие годы, но и юных архивистов. Это школьники, которые участвовали в молодежных конкурсах. Ребята работали с архивом и писали исторические очерки. «Тема моей уже второй работы – это первая аптека Людвига Вильдова в Иваново-Изнесенске. Архив внес большой вклад в мою работу. В основном она основана как раз на архивных документах. Без них она просто не была бы написана, потому что в литературе, периодической печати предоставлено как раз недостаточно достоверных материалов, много сведений, имеющих документального подтверждения». В этом году юные архивисты в Москву на главный конкурс отправят пять работ. В Ивановской архивной службе уверены – их оценят по достоинству. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.